Продолжение следует... Сейчас мы рассмотрим, какие они бывают, о их особенностях мы поговорим дальше. Итак, субэпитолиальные десневые трансплантаты, полнослойные свободные десневые трансплантаты, деэпитолизированные свободные десневые десневые трансплантаты, недеэпитолизированные свободные десневые трансплантаты. Свободный десневой трансплантат. Продолжение. Где применяются свободные десневые трансплантаты? Во всех двухэтапных методиках, двухслойных методиках при вестибулопластике и при самостоятельном устранении рецессии первого и второго класса по Миллеру. Сюда включают и метод карман-парадский, и тоннельные методы. То есть везде, где мы с свободным применением свободного десневого трансплантата, это позволительно. Свободный десневой трансплантат. Продолжение. Особенности фиксации свободного десневого трансплантата. О чем мы должны с вами помнить, чтобы избежать негативного результата, такого как некроз, полное или частичное отмирание трансплантаты? Это избегать наличия мертвых пространств. Мертвые пространства в данном случае при фиксации могут быть осознанные и неосознанные. Неосознанные мертвые пространства являются те места в области трансплантата, которые не прижаты к рецепиентному ложу. К осознанным мертвым пространствам будут относиться поверхности корня зуба, поверхность обнаженного витка имплантата, поверхность аббатмента обнаженного, с которым будет соприкасаться трансплантат. В этом случае мы должны учитывать при заборе свободного десневого трансплантата его размеры, параметры и методы фиксации, для того чтобы дать максимальный процент роста свободного десневого трансплантата. Также минимальное количество швов через трансплантат. На что это влияет? Чем меньше проколов, вколов и выколов иглы вы сделаете в ваш десневой трансплантат, тем лучше он приживется в рецепиентном ложе. Истончение краев трансплантата для оптимальной адаптации. О чем здесь речь? Такой метод мы применяем при проведении вестибулопластики с помощью свободного десневого трансплантата. Когда мы свободного десневого трансплантата не доэпитализируем полностью, а только по периферии свободного десневого трансплантата мы истончаем края трансплантата, чтобы адаптировать максимально края трансплантата к рецепиентному ложе и опять же избежать неосознанных мертвых пространств. Свободный соединительнотканный десневой трансплантат. Методики забора. Существуют разные вариации модификации забора свободного соединительнотканного десневого трансплантата. Первый метод мышеловки конверта, в которых заживление проходит первичным натяжением. И третий метод окна, в котором заживление происходит вторичным натяжением. В первых двух методах мы получаем соединительный ткневой десневой трансплантат. Он не содержит эпителий. Метод забора и мышеловки конверта достаточно сложен технически, о чем свидетельствует и литература, и клинический опыт. В данном случае происходит разрез, деэпитализация первым разрезом поверхностного слоя эпителия, отслоения и отслоения потом от надкосницы. Очень много осложнений данной методики. Мною клинически был бы рекомендован метод окна, то есть забор свободного соединительнотканного десневого трансплантата методом окна с заживлением вторичным натяжением. Более простая, адаптированная клиническая методика, протекающая без осложнений и с более прогнозируемым результатом. Потому что ткани, которые забираются при данной методике, более состоятельны. Эпитолиально-соединительнотканный десневой трансплантат с последующей деэпитализацией. Методики забора. Мы уже поговорили на предыдущем слайде о нем. Метод окна. Заживление происходит вторичным натяжением. В чем преимущество этого забора и этого метода? Деэпитализация в случае необходимости происходит вне полости рта. Существуют также методики, в которых он не деэпитализируется или деэпитализируется частично, что тоже невозможно выполнить в полости рта, можно сделать только вне. И получение необходимого объема трансплантата менее инвазивным способом, с меньшими осложнениями и с большим прогнозическим результатом. Свободный десневой деэпитализированный трансплантат. Применение. Где может применяться свободный десневой деэпитализированный трансплантат? Очень много методик, при которых он имеет право на применение, такие как устранение рецессии десны в области 1, 2, 3, 4 класса по миллеру в области зубов и имплантатов. Двуслойные методики, тоннельные методики, карман парацки. Это все методы, в которых оправдано применение свободного десневого трансплантата. Свободный десневой трансплантат и свободный десневой деэпитализированный трансплантат могут отличаться по забору, по забору локализации донорской зоны. Что это может быть? Это твердое небо от 2-го примоляра до 2-го или 3-го маляра, если он есть, или бугор верхней челюсти, если 3-й маляр отсутствует. В области бугра верхней челюсти при отсутствии должного объема, бугра такое тоже бывает при атрофических каких-то процессах у пациентов. В области бугра верхней челюсти тогда можно сделать забор по такому же типу методам окна, как и на твердом небе, только в области бугра заживление еще менее инвазивно происходит. Пациенты отмещают зону комфорта, когда происходит забор в этой области. Но есть же второй метод забора с области бугра верхней челюсти. Это вертикальный забор с тоненькой бетелиальной полосочкой на сагитальном бусризе. Методики забора свободного десневого трансплантата и свободного десневого депетализированного. Прямой метод. Это тот так называемый метод окна. Вы измеряете толщину санитной ткани в донорской зоне для того, чтобы не травмировать впоследствии скальпелем надкосницу. При травме надкосницы у пациентов появляются осложнения в виде болевого эффекта, болевого синдрома, проблемы с заживлением, длительная эпитализация, отсроченные кровотечения. Наша задача максимально постараться не травмировать надкосницу. Измерение объема трансплантата. Для ориентиров можно поставить себе точечки парадонтальным зонам, которые мы переносили измерение с необходимого объема пластического материала на зону забора. На донорскую зону выполнение разрезов, отслаивание, забор трансплантата. Ушивание раны крестообразным прижимающим непрерывным швом или обмёточным непрерывным швом с использованием гемостатической губки или целлюлозной губки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова